Первомайские дачи и пикники плюс Пасха – это время кулинарного раздолья, а вместе с ним и постпраздничных последствий переедания. Как пережить долгие праздники и сохранить здоровье и фигуру? Советы специалистов в сюжете Юрия Чернявска. Многие после обильных праздничных застолья резко садятся на диету. Диетологи говорят, это правильно, организму нужно дать возможность отдохнуть. Только вот слово «диета» в данном случае подразумевает скорее кулинарную разгрузку, а не строгие ограничения. Постараться умеренно перейти на правильное питание. То есть в утренние часы, на завтрак – это должны быть каши из каких-то цельноземных продуктов. Гречка, овсянка, допустим, рисовая каша. На второе, на обед – это желательно, чтобы было всегда первое. Желательно, чтобы было достаточное количество жидкости в эти дни. Соки и газировки не подойдут, в них слишком много сахара. Из напитков лучше предпочесть простую воду или травяные чаи. Постпраздничная еда должна быть щелочной, чтобы создать баланс и очистить организм. Из фруктов, например, для постпраздничной разгрузки подходят бананы и спелые, не кислые яблоки. Их лучше запекать в духовке. С овощами тоже надо быть поосторожнее, говорят доктора. Большое заблуждение, что овощи и зелень можно есть сколько угодно. Если вы хотите в эти дни кушать клетчатку именно в виде сырых фруктов, овощей, то вы можете этим тоже себе навредить. Большое количество салатов особенно. Сейчас входят в рацион редиска, помидоры, огурцы. Употребляя их в большом количестве, вы можете вызвать обострение гастрита, вы можете вызвать обострение хронического спастического колита. У человека будет лишнее вздутие, газообразование. О жареном лучше хотя бы временно позабыть. Мясо или рыбу желательно отварить или потушить. Если перед Пасхой выдержали пост, нужно быть еще осторожнее и за праздничным столом, и после. Правильный выход из поста – это целая наука. Иначе одной таблеточкой мизима не отделаться. Может развиться панкреатит или целый букет других заболеваний, которые дома не вылечить. После выхода из поста очень много людей, особенно в пожилом возрасте, люди придерживаются в начале диеты, а потом, выходя из поста, начинают кушать больше по объему, больше жирной, жареной пищи. И достаточно часто попадают к нам в стационар с обострением хронических гастродоатенитов, с обострением хронических панкреатитов. А еще праздничное чревоугодие – это набор лишнего веса, сбрасывать который потом станет проблемой не одного дня. Доктора говорят, первый признак, что пора перейти на более здоровую еду и образ жизни – это постоянная усталость и апатия. И тут важен не только рацион, но и регулярные прогулки и физическая активность. Юрий Чанявский, ТСВ. Юрий Чанявский, ТСВ.